Всем привет! Я давно собиралась сделать это видео, но наконец-то дозрела. Сегодня у меня последний день на Бали. Я решила рассказать вам про две камеры. Да, сейчас очень много обзоров появляется. Новый Pocket от DJI Osmo. Скоро выйдет новая Sony, вроде бы как, в январе. Плюс уже вышла GoPro 7. Но я же хочу сегодня сделать обзоры на камеру GoPro Hero 5 Black и Sony X3000. Да, это очень-очень уже старенькие камеры по нынешним рассуждениям биллогеров-обзорщиков. Но мой обзор будет отличаться тем, что я не с пылу жару схватила, даже получила от партнеров камеру. Я сделала на нее быстренько обзор, походив один день по городу с экшн-камерой. Два года я использовала камеру GoPro. И полтора месяца в этой поездке в Азии я использовала Sony X3000. Поэтому хочу рассказать о плюсах и минусах. Я несколько дней ходила и записывала, составила целый список плюсов по GoPro, минусов по GoPro. И также плюсов и минусов по Sony. И хочу сейчас по этим пробежаться пунктом. Это мой опыт использования, мои неудобства или удобства в использовании этих двух камер. Поэтому если они будут не совпадать с чем-то мнением, это не значит, что мое неправильное, да? Погнали. Я вот так вот себе даже записала на айфошку. Видите? Целые-целые плюсы-плюсы-плюсы-минусы. Все, все, все перечислила. Начну с камеры GoPro, потому что я ей пользуюсь уже два года. На нее был снят почти весь материал, который есть у меня на канале. Поэтому я с ней подружилась давно. И тем не менее у нее есть, естественно, недостатки. Но начнем с плюсов. В отличие от Sony, у GoPro очень удобный форм-фактор. И с этим никто не будет спорить. Потому что камеру можно повесить на грудь. На рюкзак ее можно повесить. У меня вот есть такая вот прищепочка. То есть я ее цепляю за стяжку грудной рюкзака. И у меня там камера болтается. Не мешая мне вообще. Форм-фактор у Sony позволяет прикрепить вот так вот сбоку на голову. Ну, естественно, вот так вот. На плечо поставить. Ну, как бы это неудобно. Ну, мне кажется, это неудобно. Мне это неудобно. Поэтому вот фактор такой у GoPro, он очень удобный. И я это вот как бы в сравнении поняла. Ты, во-первых, видишь, завален у тебя горизонт или нет. Это как бы вроде бы мелочь, да, которую можно потом поправить в программе. Но с узенькой камерой Sony поймать горизонт сложнее для меня лично. Может, я криворукая такая. Ну, вот как бы держишь, когда GoPro, четко понятно, да, по линеечке она достаточно длинная. Все. А здесь как-то у меня все время, получается, подзавален на горизонт. Очень много всяких стабилизаторов именно вот под такой форм-фактор. Для Sony они отдельные. То есть для GoPro реально очень большой выбор. Ну, мне они как бы не нужны, я поняла, но тем не менее. То для Sony есть вообще отдельные, конечно, стабики прямо, потому что у него, ну, как бы, баланс немножко не так. Как выставляется. Дальше. Самый главный для меня плюс, который я поняла в этой поездке в камере GoPro, то, что она снимает под водой без бокса. В чем прям такой плюс? То, что ты выныриваешь. Я вот сейчас вставлю, я буду говорить и буду вставлять кадры, которые подтверждают эти вещи. Выныриваешь из воды, буквально там пару секунд нужно подождать, и ты можешь писать звук. Я, наверное, куплю себе трубку. Все-таки в оставшиеся эти дни я собираюсь в норкете здесь и в Индонезии, поэтому трубку надо купить, наверное. С Sony такое не пройдет. У Sony специально есть бокс. Ну, я потом про Sony буду рассказывать отдельно. Остановлюсь на этом. Вот у Sony есть бокс, и камера, когда в боксе, ну, вы сами понимаете, какой звук может быть в боксе. Я это тоже сейчас вставлю. Погружаю камеру в бокс. Камера в бокс, и все. Когда ты едешь куда-то, ты не можешь снимать. Ну, точнее, нет, как бы ты можешь снимать сначала, положив вот так вот камеру, вот сейчас вы увидите это на видео, да, потом закрыв. Ну, говорить, то, что был звук. Закрываешь камеру, погружаешься под воду. Линза, вот эта вот крышечка бокса, да, вот эта вот линза, стекло, оно запотевает, потому что разница температур сразу нарушается. То есть снимать в боксе, это нужно сразу ее герметизировать, закрывать, не знаю, в кондиционированном каком-то помещении, где, короче, нормальная температура и сопоставимая с водой, потому что вода явно здесь холоднее, чем все равно температура. Ну, вот 36, а вода, ну, 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 28, допустим. Вот, поэтому вот, как бы в этом косяк. GoPro можно снимать, выныриваешь, сразу пишешь звук, все супер. Естественно, самый большой, несомненный плюсы GoPro в отличие от Sony, это наличие экрана. Когда ты сразу видишь то, что ты снимаешь, ты можешь, ну, уже сняв кадр, пролистнуть его, посмотреть, устраивает он тебя или нет, удалить. Да, у Sony есть экранчик. Экранчику мы еще вернемся. Но, во-первых, вот этот кран очень, ну, он гораздо меньше, да, как вы видите, он меньше. Он не такой удобный и реально, допустим, ну, блин, таскать его с собой все время, он не водозащищенный, это неудобно. С GoPro вынырнул из-под воды, быстренько отсмотрел, удалил лишнее, сэкономил место на флешке, все, профит. К сожалению, да, экран, экран Sony, он, ну, он удобный, дистанционно что-то включать, я к этому еще вернусь, к плюсам Sony. Но это не полноценная замена, не такой экран, как у GoPro, к сожалению, несмотря на то, что адепты Sony за этот экран там готовы у тебя порвать. Еще несомненный плюс камеры GoPro, то что она может снимать в режиме 2.7K. У Sony есть только 1080 или 4K. Да, я монтирую все ролики в 1080, и многие скажут, нахрен тебе нужен 4K или вот вообще какой-то K, если вот так вот. Для кропа, да, я что-то снимаю на широком углу, есть какая-то вещь, которую я хочу, там, грубо говоря, призумить при монтаже. Я это могу сделать, если я снимаю в 2.7K и в 4K тоже. Но в 4K сжирается огромное количество памяти на флешки. У меня нет столько флешки, нет возможности, например, менять эту флешку под водой, да. Ну, у меня флешки на 32 и на 64 гигабайта. То есть у меня были флешки, которые большие, и когда что-то случалось, все зарезалось. Поэтому я предпочитаю там флешки меньшим объемом менять, но хотя бы тогда что-то сохранится. Вот, у Sony такой фигни нет. Да, я сейчас снимаю Sony в 4K, потому что мне нужен иногда кроп. Но, блин, это полчаса съемки. В 2.7 на GoPro я могу снимать час двадцать. Ну, как бы разницу ощущаете? Короче, вот этого здесь не хватает, что здесь только 4K и 1080. В GoPro это есть? В GoPro я снимаю на 2.7K всегда. Я не снимаю на 4K в GoPro. Еще один плюс GoPro-шки, то, что она нормально снимает таймлапс. В отличие от Sony. Вы понимаете, да, что я сейчас говорю? Плюсы, которые идут в GoPro, это фактически список минусов, которые у Sony. Хотя у Sony это не весь список минусов. Что делает Sony, когда снимает таймлапс? Она делает кучу-кучу-кучу кадров, потом в монтажке это можно вместе совместить. И сделать таймлапс-клип. Это неудобно. GoPro снимает сразу таймлапс. Его тут же можно скинуть по приложухе на телефон себе, там запостить социальные сеточки или что-то такое. Готовый файл выдает. Sony выдает набор. Миллион файлов. Дальше, что меня устраивает в камере GoPro и не устраивает. Точнее, это даже не про камеру. Это про гаджеты-помощники, я бы так это назвала. Это мобильные приложения. Мобильное приложение для GoPro удобно. Тем, что можно сразу же выгрузить файлы, просмотреть их и только потом скачать на телефон. Когда ты уже точно понимаешь, что да, вот это хорошо получилось. Я быстренько сейчас поделюсь с друзьями этим, например. У Sony так сделать нельзя. У Sony нужно сначала скачать, только потом ты можешь на своем телефоне это увидеть. Для меня это неудобно. Не знаю, как для других, но для меня лично это неудобно. Потому что еще камера Sony и приложение мобильное Sony достаточно долго конец. То есть, возможно, я не знаю, файл может быть более объемный получается. Но, короче, скачивается дольше, приходится ждать. И ты еще не знаешь, что получишь на выходе. В общем, вот плюс, который я перечислила. Удобный форм-фактор. Видно сразу, завален горизонт или нет. Съемка без бокса под водой. И сразу же, когда выныриваешь, запись звука над водой. Наличие экранчика. Возможность сразу видеть, что ты снимаешь. Попадает, не попадает. Режим съемки помимо 1080p 4K еще в 2,7. Нормальная съемка таймлапс. Удобное приложение. Вот плюсы GoPro. Минусы, что меня не устраивает в этой камере. Почему я все-таки купила дополнительно еще Sony. Нет возможности подключить внешний микрофон. Ну, как нет возможности? Вообще-то он есть. В принципе. Потому что у GoPro есть разъемчик USB-C. И есть специальный адаптер. Всякие левые адаптеры не подходят, к сожалению. И я купила здесь в Азии два адаптера китайских. И ни один из них не работает. Оригиналы я не смогла найти. Поскольку я купила камеру и микрофон мне понадобился вот недавно, когда вот все зрители начали жаловаться на звук. В наличии их уже нигде нет. В иностранных магазинах заказать нет возможности. И, короче, вот. А очень хочется. Вот у меня сейчас есть внешний выносной микрофон от Sony. К камере Sony он подключается. Потому что у него есть... Ну, я потом про него расскажу. Ну, в общем, есть, да, вот шнурок с джеком. Три с половиной разъема. И можно подключить. С GoPro как бы вот звук не подключишь внешний. И пишет он его на ветру не очень. Короче, звук это большая жопа GoPro. Ну, и тоже как бы минус. Я уже заметила в съемке сравнение с Sony. Стабилизация у GoPro, вот эта электронная, родная, гораздо хуже. Это реально, это факт. Она хуже, чем на Sony. Ну, как бы не прям-то прям критично, критично. И здесь тоже не плавная картинка, просто сама по себе. Но на GoPro это ощутимые вот эти все тряски. Это все, все, все заметно. И как бы вот этот экранчик, который я назвала плюсом, что можно увидеть все на нем. А по факту, когда ты плаваешь, когда дождь, вот сенсорный экран в воде, это полная жопа. Во-первых, ну, он в воде не работает. Но до кучи я, когда с ним плаваю, то есть я как бы на штатив надеваю, да, все равно каким-то образом вода подключает экран, включается зум, фокусировка. Так, и в воде это ничего невозможно сделать. Да, можно нажать какие-то кнопки, эта штука исчезнет. Но иногда ты замечаешь, что очень поздно. Короче, сенсорный экран вот во влажном состоянии неудобно. У GoPro на боксе есть кнопки. Я, в принципе, приловчилась кнопками переключать что-то гораздо удобнее, чем в GoPro. Ну, как бы, это тоже можно в GoPro, но вот сенсорный экран, который подключается сам по себе, начинает что-то делать, это неудобно. Все, вот это все минусы, которые я для себя нашла в GoPro. Так, переходим к плюсам Sony. Потому что минусы уже, фактически многие уже отзвучали. Но я их повторю еще в конце. Значит, плюсы у камеры Sony X3000 в сравнении с GoPro Hero 5. Это, конечно же, звук. Во-первых, он и родной звук пишет гораздо лучше. Что у него вот так вот направленный микрофончик один здесь. И когда ты сам себя снимаешь, он пишет вообще отлично. Когда сбоку... Ну, в общем, вот так, да. Хорошо пишет. И можно подключить вот сюда нормальный USB-минеразъем, подключается внешний микрофон. Все вообще шикарно. Внутренней механической стивилизации гораздо лучше. Да, действительно, вот лучше. Прямо. Картинка плавная. Также вот этот вот мониторчик выносной, если вот вы покупаете комплектацию с монитором или потом его докупаете, это тоже очень-очень удобно. Ну, например, вы где-то ставите камеру, чтобы снимать, ну, поскольку есть еще, да, допустим, микрофон выносной, где-то ставите камеру, себя снимать, самостоятельно издалека. Вы можете на экране смотреть, подключать, видеть, в общем-то, устанавливать запись, запускать запись, все, то есть удаленно себя снимать, сам себе селфи-дрон, короче. Вот то, что этот выносной к нему еще есть, такой, как для часиков крепления ремешок, но я не стала себе в поездку брать, потому что очень объемная херня, ну, все-таки вес и объем, и вот мне на... Неудобно вот так как бы смотреть. Смотреть. Гораздо, ну, удобнее в руках держать. И, собственно, и как бы все. Это вот все плюсы, которые есть у Sony, вот перед GoPro. Минусов гораздо больше. Давайте я их быстро перечислю. Ну, выбор стабилизаторов гораздо меньше, кому это важно. Для съемки под водой нужен отдельный бокс. Он по размеру даже больше, чем сама камера. Соответственно, это добавляет... Кстати, у меня здесь ржавчинка появилась на боксе. Кстати, ребята, появилась на боксе ржавчинка. Видите такое оранжевое? Не знаю, видно, нет? Вот, кстати, вот только сейчас обнаружила на отверстии, куда крепится штатив там. Вот, короче говоря, объемный бокс. Для перевозки, понятно, я это вот так вот убираю, и оно место занимает чуть больше, чем отдельная камера. Однако, это дополнительный вес все равно. Все равно. И, ну, как бы, помимо этого еще же есть пультик, для которого есть отдельная док-станция для зарядки, потому что он сам по себе не заряжается. Ну, и еще, как бы, провода. То есть, у Sony не совсем не для лайта-туристов. Достаточно объемная такая, вообще, коллекция. Вот. То есть, нет возможности снимать под водой, нужно брать с собой бокс отдельно. Вот это, как бы, минус. Ну, объективно минус. Минус. В сравнении с GoPro, повторюсь, в сравнении. Далее. Жизнь батарейки GoPro гораздо меньше заявлена. 40 минут-час. У Sony заявлено полтора часа. У меня настолько не снимает, ребята. Плюс, если батарея даже заряженная остается в камере, она разряжается. У GoPro может батарея, кстати, да, я про это не сказала, может просто в камере находиться там неделями, две недели. Я ей не пользуюсь, не снимаю. Я беру камеру, у меня, я знаю, что у меня была заряжена батарея, остатки там какие-то, она заряжена. Здесь вот два дня она лежит, два дня не снимаю, ползаряда, ну, половина батареи была заряжена, она пустая. Мне кто-то советовал отключать вот эти все, включать flight mode, отключать Wi-Fi, GPS, Bluetooth, и все-все-все, и типа, тогда удивишься. Я, честно говоря, отключила, батарея стала жить не день, а, ну, два-три дня, но она все равно разряжается. Я не понимаю, как-то я вот вернусь, куплю еще одну батарейку, но это оригинально, из коробки, проверю, ну, короче, жизнь батареи это фигня. Плюс, вот это вот отключить Bluetooth Wi-Fi, если пользоваться мониторчиком, как отключить, тогда мониторник будет работать, то есть, это по-любому должно быть включено. Ну, короче, батарея, это вот прям, ну, пока минус, пока минус для меня. То есть, нужно постоянно, постоянно подзаряжать. Кнопка записи, вот этот рэк, она выпирает, и если кладешь в карман, она легко включается. У меня много раз такое было, много раз такое было, где-то она лежит в сумке, в кармане, у GoPro очень тугие кнопки, очень, то есть, в любой карман тугой засунул, она не нажмется, у этой нажимается постоянно. Если не берешь с собой экранчик, нет возможности даже удалить этот долбанный файл, а иногда она пишет, пропишет, пишет, это батарейка. Иногда я понимала, что у меня работает камера, потому что я чувствую, что у меня просто греет ногу сумка. Смотрю, камера включенная. Вот это большой косяк. В боксе есть кнопка hold, чтобы не было этого нажатия. Но надо сказать, что вот эта вот кнопка записи, быстрой, ее можно отключить, тогда она не будет нажиматься, тогда нужно сначала включить камеру, потом нажимать на кнопку. Меня кнопка быстрой записи устраивает, что ты сразу нажимаешь и съемка, то есть не два нажатия, а одно. забыла про GoPro больше сказать. Если у Sony работает этот режим, нажимаешь, начинается запись тут же, нажимаешь, запись останавливается, камера не отключается. То есть она из выключенного состояния включается, но не выключается. У GoPro тоже кнопка быстрой записи такую можно включить, то есть ты нажимаешь, начинается запись, нажимаешь отключить запись, отключается полностью камера. У Sony камера не отключается после остановки записи. Это минус, я считаю. Почему не сделать было, чтобы она и отключалась, если она включается? Ну, отсутствие, значит, здесь экрана, я уже сказала, чем плохо, вот когда она сама так по себе, а у тебя нет с собой пульта, а у некоторых вообще нет пульта, и ты никак, только дома можешь проверить, а она может целую флешку тебе забить там в рюкзаке, то есть перевозить цветочные батарейки, чтобы не... Ну, короче, неудобно это, неудобно. Ну, наличие режима 1080 и 4К только я уже сказала, почему для меня минус. Я купила вот такую защитную крышечку для линзы, потому что линза здесь выпуклая. Я купила вот такую защитную крышку, родную, оригинальную, она вот так вот лочит, надевается, лочится, как-то плохо что-то лочится, вот так вот, все, вот такая вот, теперь как бы защищено. Но, камера типа экшн, да, она у меня упала, выпала из кармана. Крышка слетела моментально, камера покатилась дальше, на камере коцки остались. хрен с ними, с коцками. Почему это крышка нахрен слетает? Почему она так легко слетает от первого удара? Хорошо, что у меня камера дальше, хоть и полетела, но, как бы, стекло это защитная, вот эта вот, кругленькая, не разбилась, падала удачно, ну, на корпус, а на стекло. Хотя здесь вот у меня осталось царапинками. Эта штука должна держаться так, чтобы защищать, в принципе. Ну, то есть, она как бы экшн, но защищенность GoPro, она у меня уже куда только не падала, и как только не падала. Sony в этом гораздо хуже защищена. Плюс, также, если камера упадет, поскольку в ней механическая стабилизация, я читала, что есть такие случаи, механическая стабилизация внутренняя тоже охреначится. Под замену это стоит очень прилично. Ну, как какой-нибудь Xiaomi экшн-камеру купить. Ну, около десятки и более. Соответственно, то есть, противоударность у Sony, ну, короче, вы понимаете. Ну, и как бы кривая съемка таймлапс, которую я уже сказала, это тоже минус Sony, потому что нужно сшивать из тысячи, тысячи, тысячи файлов, и сразу нельзя посмотреть, передать, поделиться. Все, собственно, вот эти вот все минусы. Я сейчас специально не говорила про то, как хорошо снимает Sony, гораздо лучше, чем GoPro или наоборот. Нет, об этом как раз миллион обзоров для техно-дрочеров и прочих вот туда. А я сейчас про объективные удобства использования этих камер. и вот в моем таком сравнении GoPro выигрывает, но из-за того, что у GoPro есть вот эти минусы, а у Sony эти минусы в плюсе, в плюсе находятся, мне эти обе камеры подходят. Возможно, 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 я не знаю, возможно, я куплю GoPro Hero 7, если я куплю шнурок для записи звука. Это не факт, но пока я ими пользуюсь обеими и буду пользоваться, пока не появится что-то другое. Но я теперь поняла, что я купила эту камеру по обзорам пользователей обзорщиков, обзорщиков я купила, потому как и обзорщики только-только с пылу-жару. И все об одном и том же рассказывают про картинку, про качество, про бла-бла-бла, но вот эти все минусы, которые я говорила, почти никто не озвучивает, тем более в сравнении с GoPro. В сравнении с GoPro все время говорят только про то, как GoPro херово снимает или Sony херово снимает. Все. Третьего не дано. Надеюсь, вам были полезны. Мой опыт использования этих камер и сейчас, когда все будут покупать новинки от Sony и GoPro и начнут сливать свои старые камеры, возможно, вы будете тоже думать, а что же мне купить или мои советы вам помогут определиться в своем выборе. Все, ребят, спасибо за внимание. спасибо, что посмотрели это видео до конца. Удачных вам съемок. Пока.